В эфире служба новостей Саров-24. В студии Екатерина Пёнова. Здравствуйте. Смотрите сегодня в выпуске. Плюс ноль за сутки. Как развивается ситуация с распространением коронавируса в Сарове. Маски вместо фильмов. Как выживают кинотеатры в период пандемии. ЧП на вечной стройке. Очередное обращение в рубрику «Городской дозор». Далее расскажем обо всем подробно. Россия вышла на пятое место в мире по числу зараженных коронавирусом. С начала пандемии диагноз поставили 134 тысячам россиян. Три дня подряд в стране выявляют более 10 тысяч зараженных. Вместе с тем специалисты уверяют, что впадать в панику от такого прироста не нужно. Увеличение количества больных связывает с ростом числа сделанных тестов. Около 4 миллионов. При этом почти у половины граждан, чьи анализы показали наличие коронавируса, симптомов нет вообще или болезнь протекает в легкой форме. Но это не повод расслабляться. Распространение коронавируса в России еще не вышло на плато. Об этом заявил глава Минздрава Михаил Мурашко на онлайн-заседании Комитета Госдумы по охране здоровья. Тем не менее, возможно, страна постепенно начнет выходить из карантинного режима. 6 мая Владимир Путин провел совещание с губернаторами, где обсудил поэтапное снятие ограничений. Подробности в ближайших выпусках новостей. Жители Нижегородской области обязали носить маски в общественных местах. Это требование прописано в указе губернатора о введении режима повышенной готовности. Защищать органы дыхания маской, повязкой или респиратором необходимо при поездке в салоне автобуса и такси, в магазинах, аптеках, банках, на рынках и ярмарках. Вне дома необходимо соблюдать социальную дистанцию не менее полутора метров друг от друга. Находясь на прогулке, надо стараться не касаться скамеек, спортивных снарядов и не собираться группами. Не посещать детские спортивные площадки и иные развлекательные досуговые территории. По состоянию на 6 мая в регионе было официально подтверждено более 3600 случаев заболевания COVID-19. Как отметил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, примерно у 50% заразившихся болезнь протекает в легкой форме или вовсе без симптомов. Без тестирования они, скорее всего, и не узнали бы, что подхватили коронавирус. В группах в социальных сетях мы спросили пользователей, кому, по их мнению, стоит делать тесты на коронавирус. 65% опрошенных считают, что сдавать анализы нужно всем. 15% отдали свои голоса за вариант после контактов с зараженными. Еще 15% согласны с тем, что тест нужно делать только при явных симптомах. Не нужно никому. С этим согласны 3%. В Сарове прирост заболевших минимальный. За последние сутки новых случаев не зарегистрировано. Всего за время майских праздников COVID-19 обнаружили у 10 саровчан. Общее количество зараженных 69, из них 13 человек уже выписали. Также в Саров вернулся житель нашего города, которого выписали из Приволжского окружного медицинского центра. Сейчас он находится на амбулаторном лечении. Ранее заявляли о том, что город закроют на карантин в случае резкого увеличения количества инфицированных. Пока оснований для этого нет. Новые очаги заболевания не появляются. Новые заболевшие, вот то небольшое количество, тот прирост небольшой, который у нас есть за последние праздничные дни, это, как правило, лица, перешедшие из контактных в больные. Вновь заболевшие их единицы, они сейчас рассматриваются, каким образом, где они заразились и кто у них контактный. Пока есть полная прослеживаемость этой заболеваемости. И с учетом прослеживаемости, количества очагов, уровня заболеваемости, и мы понимаем, что как раз это третья фаза эпидемического процесса, который пока на сегодняшний день не требует введения каких-то новых, более строгих, ограничительных мер. Однако это еще не плато. Как считает Ирина Игнатьева, уровень заболеваемости будет расти. Важно соблюдать режим самоизоляции и тем более ужесточить контроль за теми, кто находится на карантине. В начале эпидемии коронавируса одними из первых закрылись кинотеатры. Они же вполне вероятно станут последними, кому разрешат работать. Даже если это произойдет в мае, то и летом большого притока зрителей, владельцы кинотеатров не ждут. Все мировые премьеры перенесли на осень. Неполучайники доходов от кинопоказа не должны сохранить персонал и оборудование. Исполнить все свои обязательства перед дистрибьюторами и другими партнерами. Общероссийский социальный проект по производству многоразовых масок – идея генерального директора одной из сетей кинотеатров. В него активно включились все города, где развернута сеть, в том числе и Саров. Пошив необходимых средств защиты, сотрудники развернули как в офисах, так и на дому. Пока это единственный вариант для кинотеатров получить хоть какой-то доход и частично покрыть расходы на зарплаты, аренду и содержание оборудования. Насколько мне известно, мы как кинотеатр попадаем под какую-то субсидию, но сейчас это на уровне заработки. Пока что мы выживаем своими силами. Еще в конце марта закупили оборудование и материалы. Был выбран лучший образец. Составлена технология пошива. Единая для всех городов, где есть кинотеатры сети. Маски шьют из бязи в три слоя. Сначала мы нарезаем, проглаживаем, чтобы было проще. Проглаживаем и делаем заготовочку вот этого нейтрального сложения. Потом мы это шьем, выворачиваем, опять отглаживаем. Мы вставляем ригелин, прошиваем карман, опять проглаживаем. Потом я делаю складки, которые вот здесь посередине, мы опять проглаживаем. Готовый вариант опять проглаживает и запаковывает в отдельный пакет. На производство одной маски в среднем уходит 20 минут. Носить ее можно два часа, а после стирки использовать снова. Поэтому пути пошли и другие предприниматели, владельцы цветочных магазинов, фитнес-центров и прочее. В ситуации, когда нет возможности работать и зарабатывать, бизнесмены вынуждены ищут пути выхода из кризиса. Екатерина Пенова, Евгения Шевцова, Александр Мальков. Служба новостей Саров, 24. 12 мая с 9.30 до 17.30 в отделе ГИБДД будет проходить экзамен для тех, кто ранее был лишен права управления транспортным средством. Для прохождения теоретического испытания необходимо записаться по телефону 6-69-68-6-65-64. Пропускать будут по одному человеку. После каждого посетителя проведут санитарную обработку помещения. При себе необходимо иметь маску. Другая важная информация в подборке коротких новостей. Сроки сдачи ЕГЭ в России могут снова перенести. С таким заявлением выступил министр просвещения Сергей Кравцов. По словам чиновника, власти примут решение после праздников. Оно будет зависеть от эпидемиологической ситуации в стране. По текущим планам основной этап сдачи ЕГЭ начнется 8 июня. С экзаменов по географии, литературе и информатике. 11 июня выпускники будут сдавать русский язык. 15-го – математику. Оба экзамена, как базовые, так и профильные, пройдут в один день. Историю и физику ребята будут сдавать 18 июня. Напомним, из-за пандемии коронавируса вслед за экзаменами сдвинулась и приемная кампания в вузах. Последним днем подачи документов на бюджетные места для абитуриентов 2020 года станет 10 августа. Режим закрытых дверей в нижегородских храмах продлили по 11 мая. На богослужения, кроме священников, по-прежнему будут допускать только сотрудников и волонтеров, присутствие которых необходимо. Об этом сообщает официальный сайт Нижегородской метрополии. Ограничения пришлось продлить из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции. При поддержке правительства Нижегородской области для прихожан организованы онлайн-трансляции богослужений из Кафедрального собора в честь святого благоверного князя Александра Невского. 9 мая пройдет онлайн-концерт «Десять песен Победы». Музыкальный подарок ко Дню Победы готовят сотрудники проекта «Территория культуры Росатома». Зрители ждут 10 песен, исполненных вживую лучшими музыкантами и вокалистами, а также прямые включения из атомных городов, каждый из которых приготовил свой необычный номер. Концерт начнется в 17.05 на YouTube-канале проекта «Территория культуры Росатома». Режим самоизоляции привел к приостановке работы многих автомастерских, в которых ремонтируют транспорт и проводят государственный техосмотр. Получить диагностическую карту стало затруднительно, без этого документа приобрести новую страховку невозможно, так как номер талона вводится в электронный бланк при оформлении полиса ОСАГО. Как быть в этом случае автовладельцам? Об упрощенном формате оформления страховки и новых правилах в следующем репортаже. Водители пока могут купить ОСАГО без техосмотра. Страховым компаниям разрешили исключить диагностические карты из списка обязательных документов для оформления полиса ОСАГО. Как пояснили специалисты автосалона «Саров Моторс», это временная мера на период карантинных мероприятий в стране. Раньше нужно было предоставить на автомобиль старше трех лет полис технического осмотра, талон технического осмотра. То сейчас это делать необязательно. Мы можем оформить полис без техосмотра, но потом, по окончании пандемии, нужно будет предоставить диагностическую карту в вашу страховую компанию. Принести талон техосмотра в страховую компанию нужно будет в течение месяца после снятия ограничительных мер. Также правительство пока не стало ужесточать процедуры техосмотра и отложило вступление в силу новых правил до 1 марта 2021 года. Водители могут получить диагностическую карту по старому облегченному сценарию, то есть без видеофиксации. Несмотря на упрощение оформления страховки, из-за пандемии коронавируса получение положенных денежных средств придется ждать чуть дольше. Небольшое изменение затронуло выплаты. То есть, если раньше выплаты по ущербам у нас производились в течение 5 рабочих дней, сейчас срок немного увеличился, до 10 рабочих дней требуется. В услугах пандемии автосалон Саров Моторс максимально сократил прием клиентов в офисе. В основном общение идет по телефону или через электронную почту. Сотрудники собирают всю необходимую информацию по автомобилю и владельцу дистанционно, чтобы к приходу клиента комплект документов был готов. Ему останется только их подписать. Уже около пяти лет замороженная стройка на перекрестке улиц Московской Курчатова постепенно зарастает травой. Контроля за соблюдением правил безопасности нет. Периодически на объекте происходит ЧП. В очередной раз сильный ветер повалил строительный забор. В рубрику «Городской дозор» обратились жители города, беспокоенные ситуацией на замороженном объекте. Уже больше пяти лет на перекрестке улиц Московской и Курчатова местные жители наблюдают вырытый котлован, торчащую арматуру, брошенные бетонные блоки, горы из деревянных досок, кирпичей и стекла. В 2014 году на этом месте начали возводить продовольственный магазин. В 2015-м стройку приостановили. С тех пор рядом с территорией проходить опасно. Мостки и заборы обваливаются при сильном ветре. Стекла и мусор летят во двор. Местные жители вынуждены пробираться к дому через препятствия. Территория не охраняется, а дети нередко выбирают недострой как место для игр. Не пройти, не проехать. Лучше бы стоянку для машин сделали. Во-первых, дети туда залазят. Боимся мы это за все. Никто не убирает. Нам ходить здесь неудобно. Весной лед, того, гляди, голову разобьешь. И когда это кончится, просто мы сами не знаем, как все это надоело. Лучше бы была стоянка для машин. Обращались, три раза подписывались, с места ничего не двигается. Изломали бы все, убрали, сделали бы все здесь. Красота была какая, как раньше. Саровчане неоднократно обращались в городскую думу и администрацию с просьбой убрать забор и привести территорию в порядок. Завершить проект или вовсе его прекратить. Представители власти до сих пор не могут повлиять на застройщиков. Продолжить возведение объекта по закону невозможно. Срок аренды государственного земельного участка истек. Нужно заключать новый договор. Больше года назад проблема обсуждалась на заседании комитета. В связи со смертью одного из инвесторов решение вопроса откладывалось. Решаются наследственные дела. Для этого существует срок полгода. В январе месяце кончается. И, значит, министерство Нижегородской области будет принимать решение о продлении экономики. Продлении договора на аренду. Или, так сказать, прекращении. По словам представителей СОИ инвесторов, доля умершего выкуплена. Но, по сведениям ЕГРН, он до сих пор числится собственником. Сейчас Министерство имущественных и земельных отношений Нижегородской области решает вопрос о целесообразности продолжения строительства и освобождения участка от незавершенного объекта. Дарья Козина, Евгения Шевцова, Сергей Рябов. Служба новостей. Саров-24. Впервые в истории в этом году День Победы отметят дистанционно. По центральным каналам можно будет посмотреть авиационный парад и обращение президента. Бессмертный полк также пройдет онлайн. Но перенос праздника в интернет – не повод забросить памятные места. В Сарове каждый год к 9 мая приводят в порядок территорию возле Вечного Огня. В этом рабочие отремонтировали сам обелиск и мемориальные стелы, облагородили сквер. Сотрудниками дорожного конструкционного предприятия выполняются работы по окраске ограждения, по ремонту ограждения, по ремонту обелиска «Вечный огонь» с заделкой трещин и также будет высаживаться однолетняя рассада. Также к Дню Победы покрасили танк ИС-2, который стоит возле Дворца детского творчества. Как сделать так, чтобы самоизоляция пошла на пользу красоте и здоровью? Во время пандемии клиенты-косметологов остались без своих мастеров. Чтобы не пасть духом и сохранить красоту и молодость, надо следовать простым правилам. Из-за временного закрытия салонов красоты стал как никогда актуален домашний уход за кожей лица. Рано или поздно самоизоляция закончится, и мы снова вернемся к прежнему ритму жизни. Пока находимся дома, время нужно использовать с максимальной пользой для красоты, утверждают косметологи. «Домашний уход обязательно должен быть. Каждая девушка, женщина должна ухаживать за собой дома. И сейчас это необходимо, и всегда это необходимо. Самое главное в уходе, он должен быть регулярный. То есть обязательно ухаживать за лицом, за телом. Если это лицо, то обязательно два раза в день очищать, утром, вечером, средством для очищения. Потом обязательно тонизировать лицо и увлажнять кремом. Тоже два раза в день. С наступлением весны солнце стало особенно активным. Чтобы предупредить пигментацию и фоточувствительность при выходе на улицу, важно наносить защитный крем с СПФ-фактором не ниже 20. Делать пилинг в домашних условиях. То есть можно пилингами, которые продаются в магазинах. Есть мягкие кислотные пилинги, есть какие-то пилинг-скатки, которые совершенно нормально подходят для использования в домашних условиях. Вот, можно делать, потом можно делать всякие маски. Причем маски самые разные и тканевые, и увлажняющие, питательные, очищающие. И маски-пленки также в зависимости от типа кожи, от одного до трех раз в неделю. Специалисты призывают не изготавливать маски из подручных ингредиентов. Соды, трав, яиц и огурцов. Такие средства могут вызвать неожиданную реакцию на кожу. Любое косметическое средство, оно проходит испытание. Там выверенная активность всех ингредиентов, выверенный состав. И вы дома, накладывая маску из огурцов, все равно не получите никогда такого эффекта, как получите от косметического средства. Косметолог советует тщательно следить за питанием, питьевым режимом и физической активностью. Можно улучшить состояние кожи, если выпивать каждые полчаса стакан теплой воды. Из расчета 30 мл на 1 кг веса в день. Следует исключить из рациона сахар, заменить сладости сухофруктами и мультизлаковыми батончиками. Также важно чаще мыть руки и реже прикасаться к лицу. Дарья Козина, Константин Островский, Александр Мальков. Служба новостей, Саров-24. Расширенные версии репортажа в удобное для вас время. В студии работала Екатерина Опенова. Всего вам доброго, берегите себя и оставайтесь дома. Редактор субтитров А.Семкин